Галина Павловна Вишневская Ещё при жизни стала легендой. Не случайно Анна Ахматова посвятила ей такие строки. Женский голос, как ветер, несётся. Чёрным кажется, влажным, ночным. И чего на лету не коснётся, всё становится сразу иным. И такая могучая сила зачарованный голос влечёт, будто там впереди не могила, а таинственной лестницы взлёт. Когда она поёт на сцене, она абсолютно разная, трепетная. Я не так много спектаклей слушал, конечно, все в записи. Она изумительная, например, Татьяна Ларина или Наташа Ростова. Настолько она разная. Но в первую очередь она для меня – это личность. Такая вот сейчас, к сожалению, ушла недавно из жизни Маргарет Тэтчер. Вот это в своём роде Маргарет Тэтчер в оперном искусстве. О Самаре Галина Павловна Вишневская однажды высказалась так. Не могу сказать, что влюблена в ваш город. В годы советской власти я старалась называть его Самарой. Никогда не считала Самару провинцией в музыкальном отношении. Здесь замечательный оперный театр. Здесь много талантливых людей. А я в вашем городе бывала от случая к случаю. И во многом благодаря своему супругу. Самара любит Ростроповича. А значит, неплохо относится и ко мне. По поводу исполнительства Галины Павловны я должен сказать, что это уникальная женщина. Это не только певица, а это актриса, которая могла словом, взглядом выразить весь характер своего персонажа. Это уникальное... Понимаете, это, наверное, этому нельзя научить. Это есть в природе то, что человек понимает, что он исполняет. Ведь, что интересно, много среди даже русских певцов, они поют на русском, они не понимают, что они поют. Она понимала, она знала, она умела это. И она от этого получала удовольствие. Это самое главное качество ее, как артистки, как певицы. Я родилась в простой семье, в которой не было музыкантов, вспоминала Галина Павловна. Голос у меня от природы. Родители подбросили меня бабушке, а сами развелись. Детство мое прошло в Кронштадте. Потом была блокада Ленинграда. Оперу я услышала впервые в 10 лет, когда мне подарили набор грамм-пластинок. Я часто бабушка называла сиротка моя, сиротка. Я не выношу этого слова, сиротка, с моего детства самого. Я всем хотела доказать, что я не сирота. Какая я сиротка? Вот я самая лучшая, самая лучшая. И как им будет стыдно потом, когда я вырасту, я буду артисткой тоже. Как они все будут стыдиться, как они меня бросили, подбросили. Не хотели, чтобы я была с ними. Вот, вероятно, формировала характер отстаивать свое место, вот, своих человеческих достоинств. В 1952 году Галина Вишневская поступила в стажерскую группу Большого театра. А уже через год исполнила партию Татьяны в опере Чайковского «Евгений Онегин». Это был настоящий триумф. Режиссер Борис Покровский заявил, что Вишневская стала козырной картой в колоде Большого театра. Партию Аиды в одноименной опере Верде Вишневская впервые исполнила на сцене Большого театра в 1958 году. С Аидой связаны ее триумфы в театрах Лондона, Нью-Йорка, Парижа. В то время удавалось попасть в Лондона, Нью-Йорка. На такой состав Аида Вишневская, Амнерис Архипова, Радаме Санджапаридзе, Аманасра Лисициан. Сейчас это кажется какой-то невероятностью, сказкой, но это было правда. И в Аиде я ее слушала, и в Тоске, и даже в Травиате с замечательным партнером Виргилиусом Нарейкой. Но мне кажется, да, Чио Сан, Спивко, много очень слушала Галину Павловну. Конечно, она была очень незаурядна, выдающаяся певица, свой характер имела на сцене. И все женские образы, воплощаемые ею, были тоже самобытны. Но мне кажется, что такой вершины, какой она достигла в Катерине Измайлове Шостаковича, Ну, долго еще никто не поднимется на этот уровень. Муравьи таскает соломинку, вот пташечка гнездышко бьет, Батраки крупчатку сыпают, только мне одной делать нечего. Только я одна тоскую, только мне одной свет не бил, Клубчища. Премьера оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» состоялась в Большом театре в 1958 году. Впервые Вишневская увидела Прокофьева в Ленинграде в 1947 году на премьере его Шестой симфонии. В своей книге она так писала об этом. Я сидела далеко и не разглядела его лица, но навсегда осталась в памяти музыка. Была я и на премьере его оперы «Война и мир» в Ленинградском малом оперном театре. Тогда мне и в голову не приходило, что через несколько лет я буду петь партию Наташи Ростовой в Большом театре. ПЕСНЯ 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 Дело в том, что мы, как дети советского времени, я начал интересоваться вообще классической музыкой где-то лет в 12-13. И в то время там продавались пластинки, грампластинки, и мне попался такой комплект оперы Прокофьева «Война и мир». И когда я посмотрел, ну, Наташа Ростова, Г. Вишневская. Я ничего не знал об этой певице, потому что это были уже какие-то 80-е годы. В это время уже они эмигрировали из страны, и, в общем-то, это имя было где-то под запретом, пластинки уничтожались. А тут почему-то продавались, и вот я купил, и я слушал эту оперу, получал наслаждение, и я так и не знал, кто же такая Г. Вишневская. Как известно, в сентябре 1969 года Вишневская и Ростропович приютили на своей даче опального писателя Александра Солженицына. В октябре 1970-го написали открытое письмо в его поддержку. В ответ на это о Вишневской перестали писать в газетах, ее голос уже не звучал ни на радио, ни на телевидении. Галина Павловна все реже пела в Большом театре. Все чаще она говорила о вынужденной эмиграции, и все чаще об этом задумывался Ростропович. В 1973 году он трижды приезжал в Куйбышев, выступал в зале филармонии в заключительных концертах сезона, как дирижер и солист вместе с дочерьми Ольгой Виолончель и Еленой Фортепиано, а также учащимися Центральной музыкальной школы Примосковской консерватории. Через месяц Ростропович вновь гастролировал в Куйбышеве, на этот раз вместе с супругой. Разместившись в уже знакомом ему номере гостиницы «Жигули», Ростропович спросил у Светланы Хумарьян, где ближайшая почта. В руках у маэстро был бланк с текстом телеграммы генеральному секретарю ЦК КПСС Брежнева. «Моя жизнь продолжает идти под знаком травли и издевательств. Требую расследования случаев дискриминации и лжи, немедленного прекращения травли. Прошу вас о личной встрече». Очередь на почте раступилась. У Ростроповича просили автографа. Он немного повеселел, но телеграмму отправил. Ответа на нее так и не получил. Вечером в гостях у Хумарьян он не раз говорил, что беспокоится за судьбу жены. Много лет спустя Ростропович напишет о том, что один бы не принял столь жесткого решения об отъезде из страны. На следующий день в Куйбышев прилетела Вишневская. Ростропович заметно повеселел, хотя по-прежнему вздрагивал после каждого телефонного звонка. И вот здесь я увидела женщину, удача которой в Катерине Измайловой совсем не случайна. Сильная волевая, лидер по своей сути, человек очень прямолинейный, иногда, может быть, и чересчур. Почему я так об этом сужу? Потому что после концерта в Самарской филармонии, ну, концерта фантастического, в котором оркестр Ульяновский под руководством маэстро Ростроповича исполнил шестую симфонию Чайковского, Галина Павловна пела сцену письма Татьяны, зал, тут, по-моему, даже излишне объяснять, был настолько переполнен, что таких перианшлагов бывает, ну, в истории считанное количество. Но надо сказать, что до начала концерта они оба очень волновались, потому что они уже соприкоснулись в этом волжском турне с отменой концертов в Саратове, их не приняли, короче. В Ульяновске убрали афиши, несмотря на то, что они, по существу, ради них, все города Волги принимали Ульяновский оркестр, и в рецензиях говорили о том, что он звучит, это все замечательно, не называя их фамилии. В те дни в Кубышеве Ростропович и Вишневская ждали очередной неприятности. А в результате после концерта были награждены грамотами от облсполкома. Галина Павловна, что называется, оттаяла. Вечер в гостинице «Жигули» Ростропович и Вишневская провели вместе со Светланой Хумарьян и ее супругом. Когда весной я был в отрадном, я слышал... И этот ужин вчетвером практически был каким-то, ну, не похожим просто на ужин после большого успеха. это все время. Галина Павловна повторяла и в разных, так сказать, вариациях на тему, как ты, Слава, позволяешь с собой так обращаться. Ну, имелся в виду не Кубышев, не Самара, а вообще, так сказать, взаимоотношения с государством. Выход один – только уезжать. И потом так немножко о чем-то другом и снова возвращались к этой теме. В то время мало кто знал о том, что в марте 1974 года Ростропович и Вишневская обратились к генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу с просьбой разрешить им с дочерьми выехать за границу. И в США, и во Франции их ждала другая жизнь. Вишневская пела в крупнейших театрах мира, ставила как режиссер оперные спектакли. За помощь русским инвалидам-эмигрантам, ветеранам Первой мировой войны Ростропович и Вишневская в 1978 году были лишены советского гражданства и государственных наград. В 1984 году Галина Павловна напишет автобиографическую книгу «Галина. История жизни», в которой довольно откровенно выскажется и о своих коллегах, и об общественном строе в Советском Союзе. Ее книга будет переведена на десятки языков. Ну, единственное, что меня, конечно, немножко резануло, что она, в общем-то, своих коллег там немножко прессанула, так, как сейчас молодежь говорит. Потому что я считаю, что, в общем-то, это такие мировые звезды, и у них есть свои поклонники. Может быть, не надо было столь резко, но, в конце концов, не мне это решать, это ее решение. И, в общем-то, человек своей судьбой, наверное, заслужил такой взгляд на эти вещи. В главе, посвященной гастролям 1973 года по волжским городам, Вишневская напишет так. Дали мы около 20 концертов. Во всех городах люди на улицах хмурые, неприветливые. В гостиницах, в ресторанах грязь, нищета и убожество. О концерте в Куйбышеве она не напишет ни строчки. И вообще не упомянет наш город. Во время эмиграции в одном из интервью на радио Би-Би-Си Ростропович упомянул о том, как великолепно во время последнего турне по Волге принимали и его, и Вишневскую в Куйбышеве. В наш город он вернется через 23 года и привезет с собой ту самую грамоту от Куйбышевского убил с полкома. В январе 1990 года указом Президиума Верховного Совета СССР Вишневской и Ростроповичу были возвращены и гражданство, и государственные награды. Однако от гражданства они отказались, заявив, что не просили его ни отбирать, ни возвращать. До конца своих дней Вишневская жила со швейцарским паспортом. В феврале 1990 года она вернулась в Россию. В Большом театре состоялся ее юбилейный вечер. В 1996 году композитор Сергей Слонимский завершил работу над заказанной ему Самарским академическим театром оперы и балета оперой «Видение» и Анна Грозная. Познакомившись с клавиром, Ростропович загорелся желанием поставить это произведение. Так в его творческой биографии вновь возникла Самара. Предварительная работа заняла более двух лет. Над мировой премьерой работали Роберт Стура, Георгий Алексий Месхешвили, Людмила Ермакова, Алла Сигалова. Четверть века спустя Галина Вишневская снова приехала в наш город. Официально в постановочную группу оперы «Видение» и Анна Грозного она не входила, но в театре оперы и балета на репетициях появлялась ежедневно. Все дрожали, зная ее такой норовый характер, но я вам должна сказать, как она работала в этой команде, меня поразила во-первых, собранность, тактичность в общении с артистами такого перенаселенного персонажами спектакля, понимание, заинтересованность, сколько добрых советов она дала нашим артистам, и как-то она так быстро впряглась эмоционально в интересы постановочной группы. Я вообще вам скажу, она неоценимую помощь оказала, и вот здесь-то особенно было ощутим ее масштаб личности. Больше мы были заняты в репетиционном периоде, Мстислав Леопольдович больше с нами как-то тут возился, скажем так, по-хорошему, конечно. Но Галина Павловна как-то присутствовала, она появлялась в зале, как-то вот я видел, она проходила где-то там на галерке или вот по залу, и вот ее присутствие, понимая, что такой человек, такая певица, экстракласса, актриса, присутствует в зале, это, конечно, нас так немножко накручивало, мы, может быть, даже работали лучше, чем могли в каком-то смысле, потому что большая ответственность перед таким человеком, перед такой певицей, это всегда очень важно. Мировая премьера оперы Сергея Слонимского видения Иоанна Грозного состоялась 20 февраля 1999 года. Среди первых зрителей были видные деятели искусства, министры культуры России, Грузии, Азербайджана, послы США, Канады, Австрии, Швеции, Германии, Грузии. Ростропович провел за дирижерским пультом первые пять спектаклей. Один из них был показан по телеканалу «Культура». Спектакль был сыгран 30 раз при неизменном аншлаге. Музыкальная пресса признала премьеру событием в мире оперного искусства. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В 2000 году Мстислав Ростропович пригласил солиста Самарского академического театра оперы и балета Андрея Антонова в Мадрид, в Королевский театр Реал, принять участие в постановке оперы Шостаковича «Леди Магбет» Моценского уезда. Вишневская работала с солистами как вокалист-консультант, обращая особое внимание на музыкальную фразировку, характеры персонажей. Как вспоминает Андрей Антонов, Вишневская могла прикрикнуть на кого угодно, но почему-то только не на него. Чтобы Антонов придал своему герою больше властности, посоветовала сматериться перед выходом на сцену. И этот прием сработал. По мнению Андрея Антонова, Ростропович и Вишневская были во многом похожи. Огонь и вода, как говорят, да? Да, но я бы так не стал говорить про Ростроповича, потому что мне довелось несколько лет вот так тесно с ним общаться. Это одна сторона, как говорится, медали. Он очень умел общаться с людьми, очень умел к себе расположить. Но когда ему что-то было нужно, или добиться чего-то от актера, или от продюсера, он был очень жесткий человек, и он был очень упрямый, настойчивый, и он добивался своего любыми методами. В 2002 году в Москве был открыт Центр оперного пения Галины Вишневской. Певцы из России и других стран не просто проходят в нем стажировку. В Центре оперного пения они готовят ведущие партии из мирового оперного репертуара. С ними работают лучшие концертмейстеры, дирижеры, режиссеры Борис Покровский, Петер Штайн, Рикардо Мути, Пласида, Доминго. Ростропович меня лично пригласил в Большой театр на исполнение роли Наполеона в опере «Война и мир» на сцене Большого театра. И с Галиной Павловной я также встречался у нее в Центре и видел, как она преподавала, как относилась к студентам, и также с ее театром выступал в Мексике. Поэтому у нас очень такие тесные отношения. Центр оперного пения Галины Вишневской известен постановками оперных спектаклей. В июне 2004 года театр Центра оперного пения Галины Вишневской с успехом гастролировал в Самарской филармонии с оперой «Царская невеста». Не случайно в апреле 2013 года в Самарский академический театр оперы и балета для участия в фестивале оперного искусства «Два века Сверди» приехала ученица Вишневской, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Мария Пахарь. Мы сделали с ней партию Наташи Ростовой и с маэстро Ростроповичем. Это тоже. Сейчас я уже, мне кажется, я уже могу писать книгу про то, что я общалась с этими великими людьми. Вот. И это совсем другой уровень работы над образом. Это когда действительно, ну не только важно спеть верные ноты, нужно вложить интонацию в каждое слово. То есть даже, не знаю, то есть это какой-то должен быть вкус, цвет у фразы спетой. То есть совершенно разные оттенки голоса. Вот. Просто это люди, которые настолько любили свое дело. Достаточно вспомнить, что маэстро приходил на репетиции сценические, с клавиром и сидел на всех сценических репетициях. И, как правило, певцы не поют в голос на сценических. Но когда сидит сам Ростропович, приходит на каждую, можно сказать, на каждую мезосценическую репетицию, то, конечно, мы все должны были соответствовать этому. Вот. И, конечно, Галина Павловна, которая говорила о том, что, ну, певец не просто должен там дуть ноты, он должен создавать образ, должен нести характер персоналити. Если нет характера, то и нет персонажей, нет роли. На сцене Самарского академического театра опера и балета в опере Верде Травиата Мария Пахарь исполнит партию Виолетты, в которой когда-то блистала Галина Вишневская. Галина Павловна вспоминала, партия Виолетты удивительно легко и естественно легла на мой голос. И я буквально купалась в звуках. Своим ученикам в центре оперного пения Вишневская нечасто рассказывала о себе. Она подробно разбирала исполнительскую манеру своих учеников, а если слов не хватало, вставала и пела. Ну, во-первых, конечно, это удивительной красоты и чистоты голос. Он настолько, так сказать, он очень чистый, без всяких химических примесей. Ну, вот она поет, как сама природа. Действительно, она и пишет в своей книге про то, что у нее был природный поставленный голос. Потом, конечно, были там прецеденты, когда кто-то из педагогов ей испортил так, что она не могла петь верхние ноты. Но потом вот она нашла своего педагога, ей все исправили. Ну, то есть она действительно пела свободно, как птица. Вот. И, конечно, вообще она очень красивая женщина, очень харизматичная, с потрясающим чувством юмора. Конечно, общение с ней, это было какой-то... и праздник, и трепет. Конечно, она и ругала нас очень сильно, и все. То есть школа была такая очень, достаточно спартанская, но после нее уже не страшно было ничего. Не в Большом театре выходить, петь на сцене. В 1994 году в Московском художественном академическом театре состоялась премьера спектакля «За зеркалом». Галина Вишневская сыграла роль императрицы Екатерины Второй. На гастролях в Самаре спектакль имел успех. Его играли четыре вечера подряд. Здесь вот, в оперном театре, она играла, ну, что сказать, для оперной артистки она грандиозно играла. Но когда рядом такая партнерша, как Татьяна Лаврова, которая в своем деле мастер недоурядный, да, она, конечно же, чувствуется, что они люди разных профессий. Ну, вообще, молодец, что она смелая, видите, берется и пробует себя и в драме, и в кино не видела, с каким результатом. Ну, Сокуров, мне кажется, отказаться от предложения Сокурову, ну, вообще очень сложно. В 2006 году режиссер Александр Сокуров специально для Вишневской написал сценарий фильма «Александра». Вишневская сыграла в нем главную роль и была удостоена премии Союза кинематографистов России «Белый слой». Она возглавляла жюри открытого международного конкурса оперных артистов, была президентом Всероссийской ярмарки певцов в Екатеринбурге, до последних дней жизни преподавала в Центре оперного пения. «Белый слой» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова